На 16-м съезде партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал работу общественных приемных одним из эффективных инструментов решения проблем. Делается все, чтобы помочь людям, обратившимся к своими заботам и проблемам. Сегодня губернатор Сергей Морозов встретился с гражданами, написавшими общественные приемные на имя главы региона. Здравоохранение, образование, ЖКХ – вот круг забот волнующих людей. Ни одна просьба не осталась без ответа. Калина Ивакина вместе с семьей два года назад приобралась в Ульяновск, извоюющую Донецк. Жизни на Волге женщины очень довольны. Внучка ходит в детский сад. Бабушка обратилась как раз по поводу дошкольного учреждения. Вокруг садика очень уже такие старые детские игровые площадки. У нас нет никакого оборудования для детей, то есть доски магнитные. Садик в этом году отпразднует 30-летний юбилей. Сергей Морозов пообещал обязательно приехать на торжества. Естественно, не с пустыми руками. Мэри берет на себя обязательство на 200 тысяч рублей привести территорию в порядок. Я даже думаю, что, наверное, такая скромная сумма. Это, скорее всего, должно быть побольше, чтобы, так сказать, покрасивее было. В подъезде одного из домов за свияжей проживают два инвалида. Бабушка-подростка со страшным диагнозом – ДЦП – попросила установить пандус. В начале февраля долгожданная опора появится. Поэтому документация у нас подготовлена, подрядная организация определена по схеме. То есть мы это будем делать через оказание материальной помощи. Стоимость работы там небольшая, порядка 17 тысяч рублей. Поэтому, я думаю, вообще это максимум двух недель по пандусному установленному. А директор школы села Акивать Кузоватовского района Ольга Мелешкин попросил за весь населенный пункт. Желание, по словам педагога, у всех сельчан одно. Поскорее бы пришло голубое топливо в дома. Там у нас идут работы уже. Люди наблюдают и уже видят результат. Поэтому стараются сейчас и как можно больше подключиться. Уже, по-моему, 170 домов, домовладений подключились. Сотзащита оказывает помощь, субчиди выделяют. Губернатор пообещал обязательно посетить в ближайшее время село и на месте разобраться в вопросах газификации. А заодно выслушать все проблемы сельчан и обязательно помочь одному из красивейших мест Ульяновской области. Егор Титов, Юрий Конехин. Новости Ульяновской правды.